Парфюмерная вода Дома Кошарель Амур Амур Тантесьон. Искушение, соблазн, очень мало мне напомнило своего предка, если так можно говорить, в линейке, флагман Амур Амур, потому что этот аромат, хотя тоже содержит в себе ягодные ноты, но это больше зеленый аромат, в высоком случае, по моим ощущениям. Жидкость, как и Амур Амур, прозрачная, бесцветная, пузырьки мелкие и средние, среднего размера, я вижу, и время жизни, мне кажется, даже меньше, чем в туалетной воде Амур Амур, хотя Тантесьон держится очень хорошо на коже и на волосах. Я слышу где-то в течение 12-15 часов эту композицию. Шлейф достаточно выраженный. Тоже, мне кажется, что может даже чуть меньше, чем у Амур Амур, просто в таких малых объемах точно сравнить не получится. Но, во всяком случае, я обе композиции на себе слышу хорошо, и когда распыляю на волосы, я этот аромат ощущаю даже через маску. Создавала композицию Амур Амур Тэнсиона на Рин Бланк, автор аромату Еса Э Аэм, тоже для Дома Кашарель, разработанного ею. Также участвовала в создании ароматов Дипа Эйфория, Кельвин Клайн, Блэк Опиум и Ив Саларан была на одним из авторов, и создавала ароматы для бренда Рифлейм, Лав Пошин Сикретс и, что немаловажно, композицию Маскарад, туалетную воду. Дело в том, что многие сравнивают Амур Амур Тэнсиона именно с ароматом Маскарад. Но, насколько они похожи по моим ощущениям, я скажу в конце видео. Сейчас разберем пирамиду. Верхние ноты это плющ и мандарин. Вот действительно, когда я наношу на себя композицию Тэнсиона, я очень хорошо слышу зелень плюща. Ну, может быть, плюща, не плюща, я не могу различить запах листьев различных растений, так на слепую, не видя само растение. Но дело в том, что я удивилась, потому что, когда я наношу себе на кожу этот тэнсион, когда я слышу этот запах, я почему-то как будто переношусь в детство, в летние каникулы, в период такой беззаботный, когда можно проводить время в саду, в тени деревьев. И запах, вот, у меня пахнет зеленью. Такой зеленью, которая уже распустилась, она в самом соку. Она наполнена влагой, жизнью, эфирными маслами. Но это зелень именно кустов, деревьев. То есть это не скошенная трава. Это вот полноценный запах, запах зелени. Какого-то сада, парка, может быть, действительно, увитой плющом террасы, на которую, если выйти утром, летом, потому что ощущение у аромата прохлады летнего утра, когда все вот пахнет, и жара еще не уничтожила все ароматы, не обескровила все растения. Что касается мандарина, то, с одной стороны, он придает такой своеобразный древесный оттенок, то есть еще более достоверным делает этот запах природы. И придает, конечно, и свою фруктовую, кисло-сладкую нотку, аромату. И когда я первое время просто вслепую знакомилась с этой композицией, я слышала просто зелень. Зелень терпковатая, ну, как водится, для зелени нормально деревьев и кустов, с терпкостью и отдаленные такие цитрусовые нотки. Но потом, когда я стала знакомиться с отзывами, оказалось, что многие люди слышат ежевику на старте. Ежевику, другие, может быть, какие-то ягоды, кто-то чернику слышит, кто-то еще какие-то ягоды. Ну, в принципе, да, вот я подумала, что терпкость, которую дает нота плюща, она соединяется с кислинкой и сладостью мандарина. Плюс есть в аромате специи. И, возможно, действительно, эта стартовая нота, она может напоминать запах ягод, в том числе и ежевики, потому что такое своеобразное сочетание терпких древесных ноток и ноток фруктовых кисло-сладких. В сердце композиции цветки тяры и жасмина, белые цветы. Что удивительно, на волосах я слышу преимущественно зелень и кислые ягодки, цитрусы, вот такую кислую нотку. На своей коже я тоже слышу в основном зелень и фрукты. На блоттере я очень хорошо слышу цветы белые. На блоттере зелень, плюща и мандарин буквально там в течение 15-20 минут начинает уступать место кремовым, слегка сладковатым, слегка сливочным, но не слишком плотным цветам тяры и жасмина. А вот такая своеобразная сливочная сладость появляется, непритерная, очень спокойная и по мере приближения к базе появляется ваниль, которая там заявлена и присутствует. Древесные ноты верджинского кедра, тоже сладковато-пудровые. И, как я уже говорила, специи, но аромат не особо специи. То есть, если сравнивать с туалетной водой, амор-амор, где я слышу специи, которые в пирамиде отсутствуют, то амор-амор-тентейшн, я не могу назвать его специем, он звучит очень природно. Такое ощущение, что действительно находишься в саду, может быть, как я уже говорила, на террасе, увитая плющом, и где-то поблизости ягоды, либо какие-то ягодные кусты растут. В общем, такие нотки доносятся то ли ежевики, то ли какой-то дикой малины, то ли черники. В общем, что-то такое своеобразное. Немного на первых порах, на старте, я чувствую в композиции эффект геля для душа. То есть, чуть-чуть она мылкая, но это не дешит композицию. Это придает ей своеобразную свежесть, которая сейчас очень ценится. В ароматах это запах чистоты вымытого тела, как будто вышел не просто утром на эту террасу летом, но вышел только что из души, и еще пахнешь гелем для душа, с зелеными, цитрусовыми, древесными нотками. Вот такая тоже ассоциация возникает. Если возвращаться к композиции «Маскарад» от «Арифлейм», то когда я впервые увидела это упоминание, что эти композиции сравнивают «Тентезион» и «Маскарад», то я удивилась, потому что я «Маскарад» не смогла носить. Я купила эту туалетную воду, меня заинтересовал запах, да, он фруктовый, кисло-сладкий, но я не смогла категорически носить, потому что для меня нота «Ежевики», которая в «Маскараде Арифлейм» звучала слишком синтетически. «Георгин», который там есть, он тоже отдавал мне запахом химии, пластика горелого. В общем, что-то совсем у меня не заладилось с этим «Маскарадом». И мне кажется, поскольку я не могу сравнить параллельно, у меня нет этого флакона, мне кажется, что все-таки «Арифлейм» был гораздо слаще. А «Тантесион» – это практически не сладкий аромат, то есть в нем терпкая зелень, в нем цитрусовая, такая кисло-сладкая нота. Цветы, они привносят сладость, но она просто смягчает композицию, плюс ближе к базе появляется ванильность, но аромат все равно не становится сладким. Он смягчается, постепенно уходит, но для меня это очень природный аромат, и в этом отношении мне «Тантесион», конечно, очень понравился. И я даже поначалу пыталась его сравнить с другим ароматом «Арифлейм» – «Дивайн». Кстати, «Дивайн» создавал «Жан-Жак», который создал также и аромат «Лавпоушен», на который похож классический «Амур-Амурка Шарель». И, кстати говоря, «Жан-Жак» тоже создал композицию для «Арифлейм» «Лавгарден», который сочетает в себе зеленые и молочные ноты. То есть он, в принципе, интересно работает с зелеными нотами. И я знаю, что у «Дивайн» аромат, который многим нравится, и там тоже есть нота плюща, и кислинка есть. То есть вроде бы направление «Дивайн» и «Тантесион» одинаковое, но «Дивайн» у меня пробник есть. Я когда сравнила эти ароматы, нет. Все-таки «Дивайн Арифлейм» владает характерной сладковатой арифлеймовской нотой, которую многие недолюбливают. То есть «Дивайн» слаще, и он невыразительный. Я никогда не любила композицию «Дивайн», признаю честно. И в этом отношении «Тантесион» намного естественнее. Но если в целом сравнивать «Амор Амор Тантесион» и классические «Амор Амор Кошарель», то, в принципе, их сложно сравнить, потому что эти ароматы очень разного направления. Единственное, что их объединяет, это наличие цитрусовых, которые дают очень интересные фруктовые оттенки. «Амор Амор» классический – это запах с алкогольными нотами, с нотой крови, которые можно здесь услышать, если вам повезет. И это аромат, которым есть фрукты, и пряные белые цветы, и сладкая роза. Действительно аромат, который ассоциируется с названием «Амор Амор», потому что в нем все есть. И страсть, и плотные насыщенные запахи, фруктовые, цветочные, пряные. «Амор Амор Тантесион» – это композиция другого направления. Она свежая, она зеленая. В ней есть терпкость, древесные ноты хорошо выражены. И есть тоже цитрусовая кислинка, которая в сочетании с другими нотами, обыгрываясь с ними и взаимодействуя, она тоже получает такой ягодный оттенок звучания, больше в направлении ежевики, черники, каких-то таких своеобразных ягод с терпкой кожурой с необычным привкусом. Но для меня Тантесион намного проще звучит, чем «Амор Амор», а по стойкости и шлейфу обе композиции на высоком уровне.